Добрый вечер, в эфире программа «После новостей». Сегодня у нас в гостях Михаил Дмитриев, российский ученый-экономист, бывший первый заместитель министра экономического развития и торговли России, президент хозяйственного партнерства «Новый экономический рост». Но самое главное, чем он известен многим в последние годы, это тем, что именно он предсказал экономический кризис 2008 года и массовое возмущение на Болотной площади в 2011-2012 годах. Добрый вечер. Добрый вечер. Михаил Игонович, каково это видеть, что твои прогнозы сбываются? Ну, они не всегда сбываются. Так что, когда они не сбываются, это так же неприятно увидеть, что они не сбываются. Когда сбываются, естественно, как эксперт, даже если это плохое событие, я доволен собственной работой. Но сейчас мы снова находимся на переломе, и сейчас очень важно пытаться понять, что будет с российской экономикой, со всеми нами и в ближайший год-полтора, и в более отдаленном будущем. И поэтому мы, как эксперты, которые регулярно занимаются такого рода прогнозами, мы очень востребованы. Всем интересно знать мнение таких людей. Люди надеются, что наше мнение, оно более вероятно сбудется, чем мнение простого человека с улицы. Наверное, нужно иметь достаточную смелость, потому что обычно многие эксперты говорят, прогнозы – дело неблагодарное. Очень часто такой ответ мы слышим, а вы не боитесь. Но это вообще-то моя работа – анализировать настоящее и пытаться понять, как оно изменится со временем. Хорошо. Тогда вот читала буквально недавно ваше интервью, интервью, датированное 2014 годом. И вы сказали, что к 2017-му проблемы закончатся. Вы по-прежнему так считаете? Сейчас это по-прежнему возможный вариант. Не к 2017-му, а, скажем так, к концу 2017-го года. А за счет чего? Все зависит только от цен на нефть. Пока в краткосрочной перспективе цены на нефть – это решающий фактор, который определяет дальнейшее течение кризиса. Если цены на нефть останутся на нынешнем сверхнизком уровне, которого, честно говоря, два года назад никто не ждал, и сценарий цен на нефть ниже 30 долларов за баррель был почти научно-фантастическим. То есть многие эксперты говорили, что теоретически это возможно, но это был сценарий маловероятным. Вот тем не менее он наступил в начале этого года. Такой низкий уровень цен на нефть сильно подрывает все нормальные процессы в российской экономике. Поэтому если цены на этом уровне останутся не только в этом году, но и на будущий год, то из кризиса на будущий год экономика выйти не сможет. Но если цены на нефть чуть-чуть приподнимутся, допустим, до 50-55 долларов за баррель, это может означать, что на будущий год экономика возобновит экономический рост. Михаил Гонич, скажите, вот все говорят про дно, и все думают, что мы наконец-то с этого дна оттолкнемся, ну и начнем какое-то движение вверх. Где дно? И что будет? А если нефть будет стоить, ну я не знаю, условно, 5 долларов за баррель? Мы же не погибнем все в одночасье? Да, но дно кризиса будет пробито. То есть падение нефти до 5 долларов за баррель означает дополнительные потери всей экономики от недополучения валютной выручки от экспорта нефти. И это почувствуют все. То есть сожмется дополнительно спрос, сожмутся дополнительные инвестиции, дополнительно придется сжимать бюджетные расходы, возможно вырастет бюджетный дефицит и ускорится инфляция, и девальвируется рубль. 5 долларов за баррель это чудовищно низкая цена. Надо помнить, что такого минимума в номинальных ценах цена нефти достигала только один раз в 98 году, и тогда у нас был дефолт. Но и то это было в других долларах. За 10 лет доллар подешевел из-за внутренней американской инфляции. Поэтому нынешние 5 долларов за баррель не чета тем, которые были в 98 году. Что должно сделать правительство прямо сейчас? И что оно не делает? Вы знаете, может быть, это будет слишком смелое утверждение с моей стороны. Оно кому-то не понравится. У нас принято ругать правительство в таких случаях. Но в плане антикризисных мер, на мой взгляд, правительство в основном действует довольно успешно. Потому что у любого правительства в такой ситуации, в которую мы попали, возможности очень ограничены. Вывести страну из кризиса в условиях, когда цена на нефть находится на таком низком уровне, никакая власть не смогла бы. Это невозможная задача, и ее бессмысленно ставить. Все равно экономика будет испытывать спад до тех пор, пока цена на нефть будет оставаться на таком низком уровне. Но есть одна важная вещь, которую правительство обязано и должно в такой ситуации сделать. Дело в том, что когда цены на нефть начнут выправляться, дальнейшее возобновление роста у нас возможно только на инвестиционной основе. Бизнес должен быть готов вложить свои деньги и в экономику, и в инфраструктуру, и, возможно, в социальную сферу. Люди должны видеть, те, кто будут инвестировать, потенциальную отдачу от своих инвестиций. Если мы к этой ситуации придем с огромным бюджетным дефицитом, бешеной инфляцией, которая, например, в Белоруссии в такой ситуации оказалась в 2011 году 100% годовых, если рубль будет постоянно девальвироваться, и это будет происходить бесконтрольно, то никакой инвестор в такую экономику вкладывать деньги не захочет. Правительство делает самое главное сейчас. Оно поддерживает общую относительную стабильность российской экономики и не позволяет ей скатиться в девальвационную инфляционную спираль, в которой, например, скатилась в последние годы украинская экономика. И вот эта относительная устойчивость, умеренно низкая инфляция, управляемый и в разумных пределах остающийся дефицит бюджета, большие золотовалютные резервы, которые Центральный банк не растратил и сохранил, которые как подушка безопасности действует. Вот это очень важные условия, которые после начала повышения цен на нефть позволят российской экономике более быстро и более успешно восстановить экономический рост. А как бы вы в целом охарактеризовали нынешний экономический уклад в России? Вам не кажется, что это какой-то уже государственный капитализм настроим? Ну, тенденции действительно были последних лет таковы, что на многих рынках быстро нарастала доля государственного участия. Ну, например, в банковом секторе из 10 крупнейших банков России только 3 являются негосударственными. И в некоторых других секторах происходило именно это. На самом деле вызов для смены модели роста, для перехода на несырьевой рост как раз в том и состоит, что эту тенденцию, тенденцию роста доли участия государства надо будет повернуть спять. Потому что несырьевые рынки – это рынки, на которых гораздо большую роль играет средний бизнес и малый бизнес. Средний бизнес и малый бизнес по определению не должны быть государственным. Там участие государства в любом случае должно быть гораздо ниже. Если даже государство хотело бы сохранить контроль за многими стратегическими компаниями и крупными банками, то этого точно нельзя делать в малом-среднем бизнесе, который будет отвечать за инновации, за развитие строительства, за развитие секторов услуг и городской экономики. Так что в любом случае эту тенденцию в связи со сменой модели роста придется сильно менять. А если так случится, что не будут развиваться вот эти отрасли, о которых вы говорили, несырьевые, что будет? Это не значит катастрофу, это не значит непрерывный спад без дна. Скорее, это значит относительно медленные темпы экономического роста. Это будет означать, что страна не потеряет те достижения, которые мы приобрели за последние 15 лет довольно успешного развития. Но при этом все равно возобновится процесс отставания в целом от мировой экономики в среднем и станет невозможным вхождение России в группу стран с наиболее высоким уровнем дохода, которое при благоприятном развитии событий было бы вполне возможно. Вот это главные проблемы. До нас очень много стран оказывалось такой же ситуации. Если мы возьмем, например, латиноамериканские Бразилии и Аргентину, то для них было типично. Периоды экономического бума сменялись периодами длительного застоя и стагнации. В период бума эти страны резко прорывались вперед. Аргентина, например, занимала третье место в мире по уровню доходов на душу населения 110 лет тому назад. А потом резко просела и целых 100 лет подряд развивалась темпами медленнее среднемировых. Вот это вполне реальный сценарий, если мы не нащупаем новых способов развивать нашу экономику, прежде всего на несырьевой основе. Все это как повлияет на настроение в обществе? Будет ли у нас, возможно ли, вторая болотная и повторение вот этих массовых протестов, которые были 4-5 лет назад? Пока очень трудно что-то говорить по этому вопросу, потому что старые зависимости между экономическими и политическими настроениями населения уже 3 года подряд фактически не работают. 20 лет, начиная с 1991 года, в России ухудшение экономических настроений населения, просто плохое экономическое самочувствие населения, как правило, с очень небольшим отставанием, вело к ухудшению отношения к властям. Политические рейтинги, как правило, падали вслед за ухудшением экономической ситуации и вслед за ухудшением экономического самочувствия людей. Лаг был очень небольшой. 9 месяцев, 6 месяцев, все происходило очень быстро. А в последние 2 года у нас уже дважды экономические показатели самочувствия населения падали до исторических минимумов. Индекс социальных настроений находится вблизи исторического минимума самый длинный период за всю историю наблюдений, это индекс Левада-центра. А вот политические рейтинги остаются вблизи исторических максимумов. То есть старые зависимости между экономикой и политикой работать перестали. Все наоборот произошло. В связи с этим, какие ваши прогнозы на выборы думские, которые будут в сентябре этого года? Пока очень трудно ожидать, что политические настроения населения к думским выборам переломятся радикально. Возможно, они несколько ухудшатся, потому что экономическая ситуация действительно тяжелая. И экономическое терпение населения начинает постепенно истощаться. Но пока признаков радикального перелома нет. Вот таких признаков, которые мы увидели по данным социологии в начале 2011 года, когда долгое время стабильные политические рейтинги вдруг резко пошли вниз и довольно сильно снизились всего за несколько месяцев перед думскими выборами. Пока такого рода признаков очередного падения политических рейтингов властей не наблюдается. У нас в гостях был ученый-экономист Михаил Дмитриев. Спасибо за то, что пришли к нам в эфир и ответили на наши вопросы. Спасибо.